Девушки отдыхают Девушки отдыхают Читаю тебе подпись Это Римлянам 12 глава 12 стих И не сообразуйтесь с веком сим Но преобразуйтесь обновлением ума вашего Чтобы вам познавать Что есть воля Божья Благая, угодная и совершенная Идем Давай аплодисменты На самом деле не ему одному Давайте мы дальше продолжим У нас есть люди, которые тоже, я думаю, достойны Вот так вот Тоже получить свою Библию Так, это у нас Виктор Виктор, тебе тоже вот своя Библия У тебя стих Такой Возлюби Господа Бога твоего Всем сердцем твоим Всей душой твоей И всем разумением твоим Держи Пускай это будет Твоим Пускай это будет Так подписали Ищите же прежде Царства Божьего И правда его Остальное все приложится Идем Иван Григорий Анатолий Давай Давай читай И у нас еще есть один человек Ему самую толстую Самую большую Андрей Дадакин И у вас такой стих Иван Григорий Анатолий 8.32 Познайте истину И истина сделает вас свободным Я думаю есть еще А у меня такая вот старинка Она рабочая Поэтому я Вот Там вот такие стихи вам достались Поэтому Мое желание Чтобы вот они для вас Стали пророчествами Потому что Если Вот Даже не в совокупности Один этот стих Вашей жизни Заработает И сработает На сто процентов То Это очень-очень много Очень-очень круто Поэтому пускай Вот Мне однажды тоже Подарили Библию Тоже подписали Стихом Я его тоже помню И это сбывалось В моей жизни И сбывалось Вот Так же Что у нас Ну ладно За именинников Что-то не хочется За именинников поздравлять И вчера поздравляем Ладно Давайте тогда перейдем Проповеди Тема такая Интересная Немножко сложная И Самое главное Что духовная И называется она Свидетельство Духа Свидетельство Духа Вот так вот Мы ее назовем Давайте мы откроем Первое письмо Иванов Пятую главу У вас уже есть Библии Но вы еще медленно На них ориентируете Вообще шестой стих Но давайте я с четвертого Прочитаю Ибо всякий рожденный От Бога побеждает мир И сияясь победа Победившая мир Вера наша Кто побеждает мир Кто побеждает мир Как не тот Кто верует Что Иисус Есть Сын Божий И шестой стих То что я хочу сегодня говорить Сей есть Иисус Христос Пришедший водою И кровью И духом Но не водою Только Но водою И кровью И Дух Свидетельствует о нем Потому что Дух Есть истина Аминь Аминь Потому что Это Слово Божье Аминь Потому что Дух свидетельствует Об Иисусе Христе И сия есть Понимаете Как раньше звучало это Что Мы сейчас уже Иисус Христос У нас Уже Стало Как одно Знаете Некоторые Даже Когда говорят Иисус Христос Я не верю В Иисуса Христа Они Ему Как Помните Я вам говорил Что Для многих Вот это Иисус Христос Иисус имя А Христос Это фамилия Знаете Но на самом деле Христос Это не фамилия Христос Это тот Кто Он есть Это спаситель Это помазанник Это титул Это Как бы Обозначение Кто же Он Иисус Это имя человека А Христос Это Обозначение Кто Он есть Поэтому Когда нам Библия Говорит В этом же послании Иоанн говорит Всякий дух Признающий Иисуса Христа Пришедшего во плоти Есть от Бога Всякий дух Не признающий Иисуса Христа Есть не от Бога И Поэтому Когда Иоанн Он говорит Эти слова Он говорит Всякий дух Признающий Иисуса Христом Иисуса Христом Вот этого Иисуса Который приходил Который Явился Родился от Девы Прожил эту жизнь И как бы Был распят Однажды И в третий день Воскрес Он Христос Он Христос И вот об этом То что мы говорим Свидетельствует дух Свидетельствует Бог Уже происходит Что-то Видимое Осязаемое Чувствительное И Что такое дух Вообще Я вот Хотел вам Немножко Как бы Дать какие-то Потому что Определение духу Тоже трудно дать Но например В каком-то сравнении Можно Потому что Библия нам Говорит Что Иисус говорит Слова Которые Говорю Я вам Суть Дух И они Приносят Жизнь Плотней Пользует Немало Павел Говорит То что Буква Убивает А дух Дает Жизнь Правильно Буква Убивает Дух Дает Жизнь И буква Это то что Написано Это то же Слово Но только Написано Как бы Зафиксировано То есть Буква Это слово Но без Духа Без Настроения То есть Дух Это другими словами Настроение Элементарный пример По русскому языку Могу вам продемонстрировать Что такое Дух Одно и то же Слово Может В разном В разном Произнесении В разной Интонации Значит Совершенно Разные Вещи Знаете Или нет Слово Да Да Или Да Разное Правильно Или нет Или Только В русском Языке Есть Такое Чудо Как Двойное Утверждение Означает Отрицание Знаете Как Оно Изначено Да Да И Вот Это Дух Понимаете То есть Можно Все что я сказал Можно Просто Написать Одним словом Два Раза Дри Раза Но Значит Может Совершенно Другое Правильно Или нет Тогда Дух Дух Он Вот И дает Смысл Слово Поэтому Дух Здесь написано Дух Есть Истина Дух Есть Суть Дух Есть Содержание Дух Это Дух Это Основное И Вот здесь написано Сей есть Иисус Христос Пришедший водой И кровью И духом Но не водою только Но водой и кровью И дух свидетельствует о нем Потому что Потому что Дух Есть Истина Вы знаете Когда Иисус Хрестился От Иоанна Написано И тотчас Вышел из воды И все Отвезли с Ему Небеса И увидел Он Голубя Сходящего И увидел Он Духа Божьего Сходящего На Него В виде Голубя Или Как Голубя Сходящего На Него Вот это И есть Свидетельство Духа Когда Вот Иисус Христос Он Входит В свое Служение Он Проходит Выходит Из воды Это то что Здесь Говорится О том Мы однажды Еще это Посмотрим Это совершенно Другая тема Которую Нужно Обязательно Изучить И понять Что Из воды Нужно Выйти Что Дух На Иисуса Сошел В виде Голубя И небеса Ему Отверзлись Только Лишь с того Момента Когда Он Вышел Из воды И здесь Пишется Что Сей Есть Иисус Христос Пришедший Водою И Кровью И Духом Но Не Водою Только Но Водою И Кровью И Дух Свидетельствует Об этом Это То что Должно Быть Это То что Должно Быть У Верующего Это То Что Это То Как Бог Он Дает Подтверждение Человеку В его Жизни Что Кто Такой Иисус Христос На самом Дель Потому Что Если Ты Для Иисус Христос Это Просто Иисус Христос Как Имя Фамилия Это Просто Как Какой-то Исторический Персонаж Или Что То Еще Это Просто Вода Потому Что Вода Это Проповедь Это Есть Учение Вот Я Могу Здесь Вам Стоять И Воду Лить Очень Много Да И Буду Вам Рассказывать Но Это Будет Всего Лишь Вода Вам Каждому Нужно Свидетельство Духа Внутри Вас Кто Есть Иисус Христос Кто Есть Вы В Каком Времени Вы Живете Потому Что Бог Говорит Через Дух Иисус Это Очень Сильно Объяснял Своей Жизни Когда Однажды Он Средился С Никодимом Который Пришел К Нему Ночью Учитель Представляете Учитель Иудейский И говорит Мы знаем Что Ты Учитель От Бога Он Пришел К Нему Ночью Почему Потому Что В Открытую Нельзя Было Приходить К Иисусу Он Подставил Свою Карьеру Под Проблемы Серьезные Но Вот Этот Вопрос То Что Никодим Он Уже Чувствовал Подтверждение Духа Внутри Него Что Надо К Иисусу Прийти И что Спросить И Он Приходит И Спрашивает И Просто Даже Еще Не Спросил Ничего Толкного Он Просто Засвидетельствовал Что Учитель Мы знаем Что Ты От Бога Потому Что То Что Ты Творишь Не Может Человек Творить Если Бог Не Будет С Ним И Иисус Ему Говорит Истинно Говорю Тебе Если Не Родишься Свыше Не Войдешь В Царство Божие И Тут Начинает Недоумевать Как Это Так Как Что Это Значит Как Буквально Это Понять Что Я Должен Войти В Утробу Мама Опять Традиция Как Это Что Это Вообще И Тогда Иисус Говорит Ему Не Удивляйся Потому Что Я Сказал Тебе Не Удивляйся И Дальше Он Сказал Это Определение Что Такое Дух И Как Говорит Дух Он Говорит Дух Не Удивляйся Потому Что Я Сказал Тебе Что Должен Родиться Свыше Дух Дышит Где Хочешь Где Хочет Где И И Представляете И Этот Человек Так Ничего Не Понял Потому Что На самом деле Иисус Ему Говорил Действительно Духовные Вещи Вещи Которыми Он Жил Сам Переживал Ему Просто Объяснял Что Это Такое Потому Что На самом Деле Это То Что Каждому Из Нас Не Обходим Мы Без Вот Этого Подтверждения Духа Внутри Себя Без Этого Дух Свидетельствует И Кому Отец Открывает Иисуса Христа Открывает Сына Приходит Дух И Свидетельствует Приходит Дух И Свидетельствует И Так Бывает И Я Вижу Это В Библии Везде Как Иисус Этим Пользуется Как Иисус Понимает Насколько Это Важно Чтобы За Ним Следовали Те Люди У Которых Сам Отец Привел К Нему И Которых Сам Отец Открыл Кто Он Есть На самом деле Помните Нет Когда Иисус Петра Спрашивает За кого Меня Все Принимают И Они Начали Перечислять Кто За Ян Крестителя Кто За Или Кто За Какого Еще Пророка Да Это Такое Мнение А вы Говорят За Кого Меня Принимаете И Тогда Петр Встает И Свидетельствует Ему Ты Христос Сын Божий И Иисус Тогда Говорит Блажен Ты Симон Петр Ибо Не Плоти Кровь Открыли Тебе Но Отец Мой Небесный И Дальше Он Дает Великие Обетования Что Иисус Будет Строить Церковь Что Он Даст Петру Ключи И То Что Петр Свяжет Здесь На Земле Будет Связано Небесах Развяжет Будет Развязано И Так Далее Но Все Идет Из Этого Откровения Он Спрашивает За Кого Вы Меня Почитаете Потому Что На самом деле Он Делает На Этому Ацент Потому Что На самом деле Только Это важно Потому Что не Важно Просто Буквы Не Важно Просто Определение Не Важно Просто Даже Неясность Такая Понимаете Поэтому Нам Нужна Эту Ясность Своей Жизни Нам Нужны От Бога Откровения Нам Нужны Эти Свидетельства От Духа И Это Знамение На самом деле Не Очень Любят Христиане Говорить О Знамениях Христиане Потому Что Иисус Однажды Порисеев Поругал И Сказал Вы Ищите Знамение Но Знамение Вам Не Даст Но На самом Просто Люди Ищут Буквальных Знамений Люди Ищут Каких Видимых Чудес Чего То Еще Но Что Означает Настоящее Знамение Настоящее Знамение Означает Свидетельство Духа Лично Тебе Потому Что Например Мое Знамение Которое Я получаю От Бога Оно Для тебя Будет Ничто Оно Не будет Тебе Ничего Значить Ты можешь Сказать Я могу Быть Христианином Как Иисус Он для кого-то Был открыт Он для кого-то Был закрыт И он ходил В чудесах И знамениях Но были Кучи людей Которые Не могли Это видеть Им просто Не было Это открыто И Иисус Спокойно На это Реагировал Он говорил Что Всякого Кто Отец Ко мне Приведет Он Меня Узнает А кого Отец Не приведет Мне Вообще До него Дела Нет Потому Что Я Ничего С этим Даже Сам Сделать Не могу Поэтому Потому Что У них Всех Было Представление В голове Кто Есть Иисус Они Говорили Что Сын Иосифа И его Братья Тут Рядом С нами Он Был Плотником И Вообще Мы Не понимаем И написано Иисус Не мог Сделать Там Никакого Чуда Не мог Просто Не Не хотел Не мог Понимаете Не открыто Было Людям Из-за Того Что У Ледей Есть Четкое Какое Представление Есть Какой С Петром Когда Призывает Петра Вот Помните Да Когда Однажды Иисус Написано Подошел К берегу Этого Озера Галилейского И были Рыбаки Один Из них Петр И он Попросил У него Лодку Петр Можно Мне Взять Лодку Твою И проповедовать Из нее Петр Дает Лодку Иисус Его Просит Отплыть От берега Те Отплывают Иисус Проповедует Просто Проповедует И Ничего Такого Чудесного Нет Иисус После Этого Не Говорит Ты Хороший Чувак Пойдем Со Мно Я Беру Тебя В Свою Команду Он Так Не Делает Он Говорит После Той Проповеди Которая Сказала Говорит Отплыви На Глубину И Закинь Сеть И Петр Говорит Слушай Мы Всю Ночь Рыбачий И Ничего Не Поймали Другими Словами Борьба В Разуме Я Привык Я знаю Где есть Рыба Зачем Вот Это Потому Что Они Мыли Сети До Этого Мыть Сети Это После Ночной Рыбалки Это Куча Всего Что В Сока Рыба Начинает Набирать Свою Лодку И Написано Лодка Начинает Тонуть И Он Уже Понимает Что Все Не Выгребит Уже Жадность Его Оставляет Он Говорит Друзья Машет У меня Тут Столько Рыбы На Вас Написано Они Вторую Лодку Наполняют И Вторая Начинает Тонуть И Они Кое Как Догребают До Берега И В Этот Момент Когда У Петра Была Полная Лодка Рыбы Написано Он Припал К Ногам И И Говорит Веди От Меня Господи И Бо Грешен Я И Вот Это Подтверждение Духа О Котором Я Хочу Говорить Подтверждение Духа Через То Что И И С Делает Знамение Для Петра Для Того Чтобы Тот Смог Уверовать И И Иисус Понимая То Что Ему В команде Нужны Только Те Люди Которые Слушат Дух Слышат Дух И Которых Сам Отец Которым Отец Откроет Кто Иисус Иисус Ставит Знамение Такое Предлагает Петру Поставить Это Знамение Кинуть Эти Сети Проверить И Петр Соглашается И Бог Свидетельствует Потому Что Сам Иисус Этим Даже Сам Иисус Это Я вижу Что Сам Иисус Это Не Контролирует Он Сам Проверяет Он Сам Проверяет Кто Петр Он Он Дает Петру Возможность Проверить И Вот Когда У Петра Это Все Происходит После Этого Он Говорит Теперь Иди За Мной Я Сделаю Тебя Не Ловцом Рыб А Ловцом Душ И Вот После Этого Иисус Его Призывает Не До Этого Не Просто Пойдем За Мной Но Именно Проверяя Как Дух Засвидетельствует Или Не Засвидетельствует И Там Действительно Сама Штука Самая Главная Это Смещение Фокуса С Рыбы С Кучей Рыбы С Того Что Так Волновало Петра Так Он Переживал Ему Нужны Были Деньги Ему Нужно Было Кормить Семью Его Подтверждением В Духе Кто Обратил На Него Внимание Кто Вообще В Его Лодку Зашел Понимаете Кто Сам Бог И тогда Он Просто Вот Ему Это Открывается И Я Понимаю Что Иисус Радуется Этому Радуется Что Вот Еще Один Человек Которому Иисус Открыт И Он Его Зовет За Собой Не Только Его Но И Всех Этих Людей Которые Были Причастниками Вот Этого Знамения Вот Этого Чуда И Вы Знаете На самом Деле В жизни Бывает Так Потому Что Если Хотеть Не Верить Ты Мог Сказал Если Мне Такое Чудо Иисус Сделал То Я Б Тоже Пошел Не Факт Понимаете Потому Что Вот Было Десять Прокаженных Которые Попросили Иисуса Очистить Его И Он Скал Идите Покажитесь Священникам И они По дороге Шли И очистились Только Один Лишь Вернулся Один Лишь Вернулся И стал Прославлять Иисуса И благодарить Иисус Сказал Дни Десять Ли Очистились Почему Только Один Вернулся Потому Что Только Одному Было Вот Это Свидетельство Дано В дух От Духа И Мы Ничего Здесь Сделать Не Можем Мы Должны Понять Что Мы Должны Вот Ну как Должны Я не люблю Это слово Вообще Но Для того Чтобы просто Объяснить Что я хочу Сказать Я его Применяю Что нам Нужно Вот это Свидетельство От духа В своей жизни Кто Мы Кто Иисус Где Мы Находимся Наше Это место Или Не наше Моя Это церковь Или Не моя Потому Что Я точно Так же Как Иисус Понимаю Важность Этого Что Я не Могу Двигаться Вперед С теми Людьми Которым Бог Не подтвердит Что Что Это его место Что это его служение Что это его церковь Что это его семья И мы не должны бояться Спрашивать у Бога Мы не должны бояться Поэтому Ну Я хочу вам сегодня Это проповедовать Чтобы ты Просто сам Спросил у Бога Цель сегодняшнего Как бы Вот Слова И служения Чтобы ты Нашел этот момент Когда тебе закинут В свои сети Когда спросить у Бога Подтверждение Вот этого Чтобы Бог просто Подтвердил тебе Подтвердит Подтвердит Не подтвердит Не подтвердит Может быть Подтвердит По другому Но мы должны быть Открыты к этому Потому что на самом деле Просто не нужно ожидать Чего-то огромного Часто Потому что Его подтверждения Не есть Вот на Фанаилу Например Хватило просто Такого слова Что Я видел тебя Под деревом И на Фанаил Ты истинный Сын Божий Мы не знаем Что это за такое Подтверждение Которое получил На Фанаил Что там Иисус видел Что он ему сказал Но мы понимаем Что на Фанаилу Этого хватило Просто На Фанаилу Этого хватило Поэтому Ты не стыдись Своих подтверждений Ты не стыдись Своих знамений И чудес Которые Бог открывает Тебе в духе И будь к этому Открыт Я очень сильно К этому Сам открыт И мне очень нравится Мне за последний год Вообще Бог Столько дал подтверждений Знамений Чудес Именно для того Я понимаю Потому что Для чего Он их дает Для того Чтобы мы могли двигаться Для того Чтобы я мог Оставить свою рыбу И идти за Иисусом Понимаете Потому что Для того Чтобы я смог Правильно Приоритеты в своей жизни Расставить Для этого Мне Бог дает Какие-то подтверждения Для того Чтобы я мог Идти бежать И не уставать Это очень важный момент Бог так движется Бог так работает Есть Такой пример В Библии Как Гидеон Знаете Такого мужа Который Однажды Победил Мадеонитян Команда Иона Была И команда Гидеона Состояла Из 300 человек Всего 300 человек И они победили 200 тысячную армию Просто разогнали Ее Просто Те сами Ну там Были определенные моменты И Гидеон Использовал Вот этот вот Вот этот вот Технику Грубо говоря Подтверждений Знамений Да Именно Для укрепления Собственной веры Для того Чтобы сделать То что он сделал Давайте я вам Прочитаю эту историю Немножко Для того Чтобы вот Освежить Давайте Откроем Судьи Пятую главу Шестая глава Извините Я тут буду Выборочно читать Постараюсь По-быстрому Вам Освежить эту историю 11 стих И пришел ангел Господний И сел в офре Под дубом Принадлежащим Иоасу Потом Квавизеру Сыну его Гидеону Сын его Гидеон Выколачивал Тогда пшеницу Сточили Чтобы скрыться От модианитян И явился Ангел Господний И сказал ему Господь с тобой Муж сильный Гидеон сказал ему Господин мой Если Господь с нами То от чего Постигло нас все это И где все чудеса его О которых Рассказывали нам От сын Наши говорят Из Египта Вывел нас Господь Ныне оставил нас Господь И предал нас Другим модианитян Господь возрев на него Сказал Иди с этой силой Твоей спаси Израиля От руки модианитян Я посылаю тебя Гидеон Вот То есть Израиль Проживает такое время Что модианитяне Они просто вот Уничтожают Все посевы Просто приходят Разграбляют землю И народ не может Собраться И как-то этому всему Противостать И вот Гидеон Написано Он выколачивал пшеницу Вточили Где нужно было Делать вино Мы сейчас не будем смотреть Что это значит Духовный символ Но смысл такой Что Гидеон Николай не собирался И не собирался Ничего делать Не собирался никак Воевать И вдруг Ему приходит Вот этот вот Ангел И этот человек Которого Может быть Посылает Бог Который Уже мы знаем Что это как ангел И говорит ему Встань Муж сильный Встань Иди И победим Одинянь И Господь с вами Господь То что ангел Ему сказал Господь С тобой Муж сильный Все Просто то что Ему сказал И Гидеон Начинает Если Господь с нами То от чего Постигал нас Все это И где все чудеса Его О которых Рассказывали Рассказывали И вот это Ставит он Как бы На него Где это вообще И ангел Ему вот на это Отвечает Вот с эту силой Твоей Вот с этой силой Твоей Иди Спасибо Одинянь Многие задаются Вопросом Что же Что же Значит Иди Вот с этой силой Твоей Про что ангел Говорит ему С этой силой Твоей Мое убеждение Такое Что именно Вот с этой силой Вот с этим вопросом Да Вот с этим Вот вопросом Внутри Своего сердца А где же Бог А где же вот эти чудеса, где же вот эта сила, то есть на самом деле мы видим, что ангел приходит к такому человеку, у которого есть вера, у которого есть вопрос, у которого есть переживания, у которого есть вот это вот еще вопрос, он не просто вот не волнует его это дело, но видно, что его это волнует, и Бог находит такого человека и поднимает его, и говорит, что это есть твоя сила, это твоя ревность о том, что Бог-то живой на самом деле, что тебе еще есть это зерно веры оно в тебе задает этот вопрос и тебе нужно с этим встать и дальше Гидеон начинает тут задавать вас вопросы иди с этой силой твоей сказал Господь, спаси Израиля от другим одионитян, я посылаю тебя я посылаю тебя Гидеон сказал ему, Господи как спасу я Израиля, вот племя мое в колене Манасина самое бедное и я в доме отца моего младшей другими словами, закинь сети да я всю ночь рыбачил я туда, сюда, сюда, туда оправданий кучу, я вот такой я вижу себя так и так далее начинает свое видение ему рассказывать и сказал ему Господь я буду с тобой, и ты поразишь мадионитян как одного человека Гидеон сказал ему, если я обрел благодать пред очами твоим то сделай мне знамение, что ты говоришь со мной и не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе и не принесу дар моего и не предложу тебе он сказал, и останусь, возвращайся до возвращения твоего Гидеон пошел и приготовил козленка и опресноков изъев и мухи, мясо положил в корзину и похлебку влел в горшок и принес к нему подду и предложил и сказал ему, Агнец Божий, Ангел Божий возьми мясо и опресноки и положи на сей камень и вылей похлебку, он так и сделал Ангел Господень простер конец жезла который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам и вышел огонь из камня и поел мясо и опресноки, и Ангел Господень скрылся от глаз его и увидел Гидеон, что это Ангел Господень и сказал Гидеон, увы, мне владыка потому что я видел Ангела Господня лицом к лицу ну, дальше там, да, история развивается если интересно, почитайте но сам смысл такой, что вот Гидеон просит укрепить его веру просит укрепить его веру через что-то через какое-то подтверждение, через какое-то знамение потому что на самом деле смысл в том что дальше Гидеону придется делать все самому понимаете? мы иногда хотим, чтобы Бог за нас начал что-то делать не будет такого, мы будем делать но Он готов укреплять нас Он готов давать тебе подтверждение если ты этого хочешь если ты внимание на это обращаешь если ты этим не пренебрегаешь если ты, как бы, хочешь слышать голос Духа хочешь слышать Его голос через маленькие вещи, может быть через какие-то, да но, понимаете, потому что вот оно так и работает духовные знамения, они для тебя если ты их расскажешь, может быть, другому они для другого не будут иметь никакую ценность и другой может посмеяться над тобой другой может сказать тебе, да ладно ты но в том-то и дело, что нам нужна наша вера нам нужна наша вера, чтобы пройти определенный участок пути потому что, вот, ну, я вижу, как когда Иисус, Он с учениками ходил, жил Он все время им что-то давал что-то подкидывал для того, чтобы ихняя вера укреплялась, да вот тут Он с Петром была эта рыба, да, была вот эта встреча и Петру хватило на какое-то время идти за Ним на этих эмоциях, может быть, да на этом ощущении того, кто Иисус, но потом было еще что-то Петр чуть-чуть пробует ходить по воде, да потом Иисус Петра берет на свою святую гору да, вот, когда там преобразился перед ними когда Он ему посылает иди рыбу поймай достанешь из ее рта монету и заплатишь за нас налоги и так далее, то есть вот, я вижу, что жизнь христианина она должна сопровождаться подтверждениями от Духа подтверждениями от Духа но смысл в них какой? что это не будут вот явные, может быть, чудеса какие-то но это будут духовные чудеса потому что каждое из них вот это подтверждение от Духа можно на самом деле приравнять к нулю понимаете, вот просто потому что другой человек может сказать что тебе просто повезло, ты рыбу много поймал вот ты его туда закинул и все и ты через какое-то время можешь начать так думать я постоянно сталкиваюсь с этим потому что верить или не верить это наш выбор, это мы сами будем ну, на основании того, что да, мне говорил Бог мне Бог это открывал, поэтому как бы у меня есть это свидетельство есть этот опыт и когда мне нужно будет, мне Бог еще даст мне Бог еще даст и Бог будет давать тому, кто захочет двигаться на самом деле кто захочет просто верить а кто хочет просто вот, ну, играться в это Бог ничего дать не будет, потому что зачем тогда, если человек не хочет верить и ну вот с Гидеоном происходит такая вещь, что он ему дает подтверждение, все, иди вставай и дальше Гидеону пришлось самому там двигаться написано, что Гидеон взял своих там рабов, рабочих, они пошли и срубили это дерево Ваала, они срубили этого идола у него были проблемы, потому что люди хотели его побить камнями но у Гидеона было подтверждение, для чего он это делает чтобы его Бог поднял и тогда, после этого, когда он это сделал народ получил подтверждение, что встает лидер лидер встает, которого можно слушаться которому можно доверять и людям Бог не давал этих знамений вокруг Гидеона но хватило вот этих знамений Гидеону для того, чтобы его вера была крепкая И давайте дальше посмотрим, как это все движется. В 36 стихе, 6 глава, когда ему уже нужно было идти побеждать этих людей, вот это огромное адное, вот просто представляется, да, Бог просто сказал, ты победишь. Не сказал, как победишь, не сказал, с чем победишь, ничего не дал, просто сказал, ты победишь, дал веру, а откровение ищи сам. Ищи сам эту мудрость, ищи сам эту стратегию, ищи, уговаривай людей пойти за тобой, да, убеждай их, дай им такую просто уверенность, что Бог тебе сказал. И все, потому что я говорю, чудо уже в том, что, ну как вот, да, это же, на самом деле, когда побежать ночью, 300 человек побежали, без мечей причем, у них были факела, они на них кувшины поставили, чтобы не видно было до времени, да, у них были трубы. И вот они, когда подобрались к этому стану, они просто в один момент все разбили свои кувшины, чтобы огонь, начали все громко кричать за Господа и за Гидеона и трубить в трубы. Вот подняли вот такой кипиш, и написано, вот эта армия вся, которая там, она состояла из многочисленных царей, там, народов, там, написано, все поле было усеяно людьми и верблюдами. Эти люди просто от страха начали вот просто друг друга там убивать, молотить. Вот на самом деле, если честно, нет ведь чуда в этом. Да или нет? Это просто паника, это просто вот откровение, которое вот, ну, просто вот такая хитрость, мудрость, понимаете, вот, благодаря которой часто выигрываются войны, выигрываются сражения. Точно так же, как у Давида, который попадает камнем в лоб, в Голиафу, какое чудо здесь, если честно? Какое чудо? Это просто парень, который умел хорошо кидать камни, написано, он взял пять камней, он пять камней взял. Он не взял один камень и не сказал во имя Иисуса и сразу ему кинул. Но он просто взял пять камней и просто был раз... Ну, это я просто говорю, я просто говорю, что, как иногда мы хотим побеждать. Поэтому все, что Бог часто хочет сделать, как Бог работает, Он работает с нашей верой, Он работает с нашим духом, Он работает в подтверждение нашему духу, что укрепляет, укрепляет, укрепляет нашу веру через свои знамения, подтверждения внутренние, через то, как Он с тобой разговаривает, через то, может быть, где-то ты сон тебе приснился, где-то тебе человек слово сказал, где-то еще что-то, но Бог работает по-разному. То, что Иисус говорит, Дух дышит, где хочет. Не слышит, не знаешь, откуда приходит и куда уходит, но слышишь, но слышишь. И Он говорит, так бывает со всяким рожденным от Духа. Поэтому мы должны понять, как это работает, что такое вообще духовная жизнь. И давайте посмотрим, как Гидеон действует. Перед тем, как он побежал с этими трехстами людьми, и сказал Гидеон Богу, если ты спасешь Израиля рукой моей, как говорил ты, и сказал Гидеон Богу, если ты спасешь Израиля рукой моей, как говорил ты, то вот я растерю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле суха, то буду знать, что спасешь рукой моей Израиля, как ты говорил. И так и сделалось. На другой день, став рано, он стал выжимать шерсть и выжил из шерсти росы целую чашу воды. А, крутое это подтверждение, да? Но Гидеону недостаточно этого, он идет дальше. И сказал Гидеон Богу, не прогневайся на меня, если еще раз скажу, и еще только однажды сделаю испытание над шерстью. Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле будет роса. Бог так и сделал в ту ночь. Только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса. И понимаете, все, что нужно было Гидеону, это вот подтверждение. Его личное подтверждение, его личное укрепление веры. Может быть, уже у Гидеона, ну, как я могу думать, просто, да? Это мне уже просто вот, я могу думать, фантазировать, что у Гидеона, может быть, уже был план, как он будет побеждать, да? У него уже были прикидки, что надо действовать ночью, надо действовать, надо напугать их, надо сделать так-то и так-то. Ну, или он начинал подбираться к этому плану, была какая-то стратегия, как можно это сделать. Потому что я нигде не вижу, чтобы Бог пришел к Гидеону и сказал, как сделать. Но дальше, после этого подтверждения, знаете, что начинает Бог делать? Он начинает убирать людей. Он начинает убирать людей от Гидеона, ненужных людей Гидеону. Представляете, когда Гидеон это все делает, у Гидеона 30 тысяч с чем-то людей. Тех 200 тысяч. И, ну, как бы, всего лишь 7 раз, да? То есть, в принципе, при удачном сечении обстоятельства подраться можно, да? Но смотрим, что дальше получается. И вот следующая глава, Яровал же, он же Гидеон, встал поутру, и весь народ, бывший с ним, и расположились в станах у источника Харрода. Мадиамский же стан был от него к северу, к морю в долине. И сказал Господь Гидеону, народу с тобой слишком много. Представляете, да? Бог начинает говорить Гидеону, как в сердце, как Бог говорит, да? Он начинает ему показывать, и Гидеон начинает понимать, что, ну, не тот народ-то на самом деле рядом с ним. Народа с тобой слишком много. Не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мной и не сказал, моя рука спасла меня. Итак, провозгласи вслух народа, и скажи, кто бы из лифт и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галаада. И возвратилось народу 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. Да? Вот такой вот отсев происходит, да? То есть, как бы, скажи, просто отпусти, кто не хочет, пусть идет домой. Но этого недостаточно оказалось. И сказал Господь Гидеону, у вас все еще много, все еще много народу. Веди их к воде, там я выберу их тебе. О ком я скажу, пусть идет с тобой, тот и пусть идет с тобой. А о ком, скажу тебе, не должен идти с тобой, тот пусть и не идет. Он привел народ к воде и сказал Господь Гидеону, кто будет лакать воду языком своим, как лакать пес, того оставь особо. Так же и тех, всех, которые будут наклоняться на колени свои и пить. И было число лакавших ртом своим с руки 300 человек. Весь же остальной народ наклонялся на колени свои пить воду. И сказал Господь Гидеону, тремя стами лакавших я спасу вас и предам мадионитян в руки ваши. А весь народ пусть идет, каждый в свое место. Представляете, да, Бог включает фильтр. Бог включает фильтр через этого Гидеона, да, дели еще, проведи вот такую проверку. И ставь такую жесткую проверку, что там вообще просто остается меньшинство людей, которые, когда он их привел к водопою, многие люди просто вот пришли, а, увидели воду, упали на колени и начали жадно пить. Но он отбирал только тех людей, которые подносили рукой и пили из руки. И все. И я не знаю, что здесь можно сказать, какие духовные символы, что там можно вот сказать о том, что они делали, да, и как это Бог проверял, что духовного в этом, да, как вот можно судить, как они могли понять. Ну вот так вот. Ну, потом. Так было открыто на колени, нельзя вставать ни перед тем, кроме Господа. Может быть, может быть. Поэтому, да, хорошее подтверждение. Ну, я сейчас просто как бы вот не об этом, то, что он ставит такое знамение достаточно, ну, жесткое, и отсеивает людей, да, и людей проводит через фильтр. Поэтому через фильтр того, кого Бог сам изберет, кого Бог сам подтвердит, кому Бог даст какое-то подтверждение, кого Бог, ну, приготовил для этого. И вот есть еще история про Иисуса, с Иисусом произошедшее, которое тоже отражает именно это. Помните, когда Иисус дал одно учение, когда говорил то, что кто будет есть плоть Сына Человеческого и пить Его кровь, тот войдет в Царство Божье. И написано, что вот в этот момент многие, кто слышали Его и ходили за Ним, это были Его ученики, они сказали, какое странное учение, кто может это слышать? И написано, и после этого оставили Его и не ходили за Ним. Понимаете, Иисус тоже однажды вот в Своем служении ставит этот фильтр, ставит этот фильтр, и там написано, что потому что Иисус знал, кто суть неверующий, кто суть неверующий. И Он для этого ставит, опять же, да, определенное такое учение, говорит такое слово, которое просто не вмещается в разум, которое нужно вместить духом, которое нужно поверить, которое нужно просто, оно должно тебя не оттолкнуть. И здесь уже это как бы не влияет на тебя ничего, как дух внутри тебя поведет и отреагирует на это. Понимаете, как твой дух, он просто отреагирует на это. Окажешь ли ты вот в числе тех, кто сможет это принять, или просто ты окажешься в числе тех, которые просто не могут это принять. И Иисус не боится этого. Понимаете, Иисус не боится этого. Мне, я к чему говорю, да, потому что вот сейчас на самом деле, да, я хочу и вам всем сказать, и вот в камеру, куда я это записываю, что я верю в то, что Иисус собирает команду. То, что я в своей жизни за этот год получил столько знамений, и я официально об этом заявляю, столько подтверждений, что Бог хочет что-то делать через нас, что Бог хочет особенным образом как-то использовать нас, и именно это служение, что у меня сомнений нет. Понимаете, я получил все эти подтверждения. Но поэтому я и могу говорить, может быть, да, можно сказать, ну, зачем ты так рано это говоришь? Лучше подожди, пусть больше народу соберется, и тогда мы включим фильтр. Я не знаю, почему я приготовил эту тему, почему мне на сердце это говорить. Но я просто понимаю, что вот если ты посмотришь на служение Иисуса, тоже там плотскими глазами, можно увидеть, что у него была очень небольшая церковь, очень небольшая именно тех людей, которые следовали за ним, да, там были конференции какие-то, да, были кормления, были чудеса, знамения, но именно те, которые за ним следовали, как настоящие ученики, их было не так уж и много. И мимо этого Иисус еще включал фильтр, и не боялся отсеять, не боялся предложить им такое учение, которое просто может человека оттолкнуть. Оттолкнуть именно в духе, именно через дух, именно через какое-то внутреннее несогласие с тем, что есть здесь. Потому что вот я еще раз хочу подчеркнуть, что я уверен, я уверен, я вам это просто заявляю официально, что Бог дал столько подтверждений, Бог дал столько знамений, там, и поэтому я уверен, что я в команде. Я хотел бы спросить тебя, чтобы ты лично поставил перед Богом, в команде ли ты, хочешь ли быть ты в команде, говорит ли тебе Бог, хочешь ли ты действительно искренне просто поставить это все перед Богом, для того, чтобы Бог подтвердил тебе. Потому что Бог для меня, я вижу в Библии, Он не жадный на чудеса, Он не жадный на знамения, Он не жадный на подтверждение из Духа, но подтверждение из Духа. Подтверждение и даются только тому человеку, кто действительно нуждается в этом и хочет это подтверждение получить, который действительно ищет того, чтобы слышать голос Божий. Который не просто вот, да, там написано, что вот эти люди, которые ходили за Иисусом, они вот оставили Его, и все, просто вот из-за того, что Он произнес такое учение. И все. И знаете, что Иисус сказал Своим ученикам в этот момент, когда те встали и ушли? Он говорит, может, вы тоже хотите Меня оставить? Может, вы тоже хотите Меня оставить? И тогда Петр сказал, что нет, нет, у тебя глаголы вечной жизни, мы с тобой. У меня есть подтверждение тоже. Я, мне Бог сказал, и я хочу на этом, я помню, что мне Бог сказал, и Петр сказал то, что ему, он так говорит, то, что ему уверовали, что ты Христос, Сын Божий. Он еще раз это провозглашает. Он не просто сказал, что у тебя есть слова вечной жизни, он говорит, что ты Христос. И потому что, ну, в моем, в моем сердце, я верю, почему я это говорю? Потому что я верю, мне, как вот, Бог в Духе это открывает через знания, через знания, через чудеса, что мы должны строить служение по Христу. Что мы должны строить, вот это, как бы, дело Божье служение, что это есть Христос. Что на самом деле ему не важно количество. Понимаете или нет? Что ему не важно количество. Ему нужны настоящие. Ему нужны вот эти 300 человек, которые просто вот, они в одном духе будут двигаться, в которых будет одно сердце, и одна душа, и которые просто вот... Давайте мы прочитаем про эту победу Гидеона. И вы знаете, он, он еще раз получает там подтверждение Сулей. Сулей, 7 глава, 9 стиха. В ту ночь сказал ему Господь, встань, пойди встан, я предаю его в руки твои. Если же ты боишься идти один, то пойди встан, ты и Фура, слуга твой. И услышишь, что говорят, и тогда укрепятся руки твои, и пойдешь встан. И сошел он, и Фура, и слуга его, к самому полку вооруженных, которые были встанем. Мадионитяне же, и Маликитяне, и все жители Востока расположились на долине в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа, много было их, как песку на берегу моря. Гидеон пришел, и вот один рассказывает другому сон, и говорит, снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану Мадионскому, и, пригодившись к шатру, ударил в него так, что он упал, а прокинул его, и шатер распался. Другой сказал в ответ ему, не иной, что как меч Гидеона, сына Иасова, израильтянина, предал Бог, в руки его, Мадионитяна, весь стан. Гидеон, услышав рассказ сна и толкование его, поклонился Господу и возвратился в стан израильский, и сказал, вставайте, предал Господь в руки ваши Мадиамские, стан Мадиамский, и разделил 300 человек на три отряда, и дал в руки всем им трубы, и пустые кувшины, и в кувшины светильники, и сказал им, смотрите на меня, и делайте то же, вот я подойду к стану, и что буду делать, то и вы делайте. Когда я и находящийся со мной затрубим трубой, утрубите, и вы трубами вашими вокруг всего стана, и кричите, меч Господа и Гидеона. И пошел Гидеон, и сто человек с ним к стану, в начале средней стражи, и разбудили стражи, и затрубили трубами, и разбили кувшины, которые были в руках, ну и так далее, да, и победим, вот там все это произошло. Но Бог опять укрепляет веру Гидеона уже через сон, через сон, причем не его, через сон чужой. И, ну вот, если хотите, я вам могу немножко, я многим рассказываю эти свидетельства, именно вот, свидетельства, как Бог тоже меня укрепил в том, что я сейчас, как бы, вот делаю, то, что мы делаем, да, что, именно там, у меня есть свои сны какие-то, действительно есть какие-то интересные, которых я вижу, я их интерпретирую, там, и так далее, но основные свидетельства пришли мне через сны других людей, что, как бы, вот, ну, то, что делаем сейчас мы, то, что начали мы делать, это служение, это, как бы, его служение, точно так же, как Бог однажды призвал Гидеона, точно так же он призывает нас, и, и дает все для этого, для того, чтобы мы просто верили и делали то, что мы делаем, потому что я помню, вот, ну, как было, а на одном из первых собраний пришла к нам одна женщина, которая ходила в мою церковь, в которой я был раньше, она пришла всего лишь на одно собрание, и просто посмотреть, потому что я ее пригласил, и она так растрогалась, расчувствовалась, там, после пробоя, где встала, и начала свидетельствовать такую вещь, что говорит, а у меня был сон, там, какое-то время назад, что я видел большой корабль, на котором стоишь ты, ну, она говорила про меня, да, и половина, говорит, церкви нашей, стояла внизу, половина стояла наверху, я помню, я ее тогда спросил, я говорю, вы где стояли, она говорит, я наверху, но я думаю, как она могла это видеть, если она видела снизу, вот, поэтому, ладно, это шутка, но с другой стороны, понимаете, когда это было дано, именно в тот момент, когда мы начинали, как что-то, что, ну, будет иметь продолжение, как что-то, что, вот, ну, может быть кораблем каким-то, чем-то серьезным таким, да, что Бог давал подтверждение, и для меня Бог привел этого человека за свидетельство, потому что, ну, на самом деле, вот смотрим, как происходило там, с матерью Иисусом, да, тоже, помните, написано, что она складывала в сердце своем все, что происходило, когда Иисус был маленький, когда там принесли в храм их друг, этот старенький пророк, он говорит, видели мои глаза спасения, Анна пророчица тоже там что-то пророчествовала, да, пастухи пришли, эти тут дары принесли, да, но мы люди имеем такую штуку на самом деле, мы забывчивые, вот это вот, вот часто наш враг, что мы часто вот так пренебрегаем этими подтверждениями, так пренебрегаем этими пророчествами, этим тем, что нам Бог через что-то говорил и говорил, мы часто нам мало, мы жадные, мы не хотим просто сами включать веру, да, и понимать, ну, насколько важно держаться того, что Бог тебе однажды сказал, того, что Бог тебе однажды подтвердил, если у тебя, мы видим, как действует Гидеон, когда у него ослаблялась вера, он просто приходил к Богу и говорил, Бог, утверди меня, Бог дай мне опять что-то, чтобы меня укрепило Потому что задача передо мной стоит Нереальная на самом деле И вот понимаете, не Бог На протяжении всего этого года Дает эти знамения и подтверждения Потому что я помню, когда Я вам про сон Маши, которая к нам приходила Я тоже вам однажды рассказывал Но сейчас просто напомню Потому что нужно напоминать Я верю, что мне Бог сказал, давай напоминай Не держи это только в себе, но давай напоминай Потому что есть те, которым может быть Нужно вспомнить что-то и утвердиться Что это дело Божье И вот помню, когда Мы заявили, что мы будем Строить центр, что мы будем Строить здание, я никому не сказал Я просто позвал дизайнера И попросил ее сделать проект И все Был разговор только с ней Я ее привез в одну церковь, показал ей Примерно здание, которое я бы хотел Иметь Строить Просто Наподобие какой-то типа И здание было квадратное И Ну я Люблю доверять дизайнерам Как я строитель Я сказал, ну ты давай сама что-то придумай И она дает такой проект И здание получается очень длинное-длинное Такое И я начинаю Чуть-чуть морочить голову Потому что Ну Сейчас Ну оно мне нравится Оно красивое Но здание почему-то длинное И у меня вопрос Я ни с кем не разговаривал на эту тему Ну И вот Там тоже в один день Ко мне подходит Алексей И рассказывает, что У Маши был сон То есть Ну для меня Подтверждено, что мне уже пришел человек И начинает рассказывать про сон Что Ей приснился человек Нерусской национальности С бородой Который дарит тебе здание И здание длинное И Ну и здание такое, говорят, длинное И для меня это было просто Меня как током всего передернуло Потому что никто не знал Об этом И я просто понимаю, что Бог что делает Это не то, чтобы я должен строить длинное здание Понимаете или нет Как действует Бог Просто Бог через что-то Через что-то Вот такое, что я не могу контролировать Через сон другого человека Побуждение этого человека Сказать другому человеку И побуждение того человека Прийти и сказать мне Доносит до меня эту информацию Для того, чтобы однажды Знаете что? Просто мои руки не опустились Для того, чтобы я Мог держать эту веру И понимать, что Бог в этом, понимаете? Что не я там буду побеждать Вот эти там 300 тысяч Понимаете? Как Гидеон А что просто Бог говорит Что ты вообще за это не беспокойся Ты просто делай то, что ты должен делать И все Ты просто беги Ты просто делай ту работу Которую ты должен делать Вот так работают подтверждения Вот так работают укрепления И самое чудесное Что был третий сон Тоже через другого человека Который вот И был этим летом Когда Ну для этого я должен рассказать Как предысторию Чтобы вы поняли о чем Потому что вот когда Год назад 3 октября Как бы Мы с Евгением Получили это пророчество От меня же самого Вы знаете, что мы можем пророчествовать Сами себе? Потому что Божий Дух Он может пророчествовать Сам себе Ты можешь получать эти пророчества Когда мы заявили, что Ну я ему говорю Вот через полгода Мы проведем конференцию После Нового года А через год у нас уже будет Свое здание И мы засмеялись оба Как сумасшедшие Когда я просто разговаривал с ним по телефону Мы просто засмеялись И у нас прервалась связь И вот этой паузы Пока я восстанавливал связь Мне хватило, чтобы вспомнить эту историю С Авраамом Когда Бог приходит к Аврааму И говорит Через год у тебя будет сын Я пойду вновь И у тебя будет сын И что там произошло? Засмеялись Засмеялись там То есть там был вот этот вот Живой такой Чуть-чуть истерический смех Как это вообще может быть? И вот Бог напомнил мне эту историю Как бы вот в моем духе Я в это поверил Что Бог мне сказал то же самое Что то, что вот это ты провозгласил Это я тебе сказал И ты должен этого держаться И не думай, что Когда я хочу что-то сделать Твоя логика должна в это вмешиваться Не твое дело, как это произойдет Я хочу получить славу Бог хочет получать славу Поэтому Бог может вот так вот говорить И внутри меня вот это все произошло Я понял, что вот именно такой логикой Таким порядком вещей Бог может говорить И тогда я начал с этого момента считать Что через год будет сын И я начал просто верить И я как бы начал считать Что через год будет Понимаете, что я называю сыном теперь? Почему я хочу сейчас говорить про это? Что духовный сын Что это что-то будет такое Что ты сделаешь для меня Что родит Бог через свое семя Да что означало тогда для него Вот это Иаков Это вот обетование Божие Которое проросло Вот это слово Божие Которое проросло в раме Омертвелом, да? В столетнем Да, вот тут где не было никакой логики И здесь то же самое происходит Что Бог, Он Я верю, я начинаю верить Да, потому что ну сейчас еще Может быть рано сказать про это Да, прям вот так заявить Что это Бог говорит, да? Поэтому я Это обозначает, что я верю Что это Бог говорит И это для меня подтверждение и убеждение Я начал уже жить с этим И вы все были свидетелями Что конференция произошла Правильно или нет? И вот даже до того Как произошла конференция Для меня тоже было Очень важно, чтобы Ну это не я сделал конференцию Там только по плоти Но Бог И мне нужен был спикер Я тоже вам чуть-чуть расскажу Про эту борьбу Который бы приехал на конференцию И говорил И я, помните, рассказывал там Брадедушку, который на меня Разложил руки в самом начале Я хотел его пригласить Но когда я его приглашал Как бы вот В диалоге выяснилось Что ну как-то не клеится Как дедушка не для нас И я начал просто ожидать, ждать А, ну А до этого еще вот Ну все это было Помните, да? Что я написал письмо Раймунду Да? Знаете, кто такой Раймунду? Вы верите, что Раймунду от Бога? Мы уже не просто верим Что Раймунду от Бога Мы верим Мы знаем, что Раймунду Мы знаем, что Раймунда от Бога Правильно или нет? Потому что Те дела, которые были сделаны Через его служение Это уже ну всеми Ну просто ты не знаешь Это просто Человек, миссионер Который вот однажды начал Реабилитационный центр В котором мы были И как бы по призванию Божьему Да? И те результаты Те плоды Как бы ошеломляющие Всем дают понимание Что Раймунду от Бога И что этот человек Он уже как бы Ну Заканчивает там Да? Свою жизнь Заканчивает свой забег И Бог уже просто На нем свою печать поставил Что это однозначно Его человек По делам И все И вот у меня Пришла такая мысль Я помню, когда я его сказал Одному из своих Кто вот с нами Костику Корнееву Что я вот хочу Раймунду позвать к нам На конференцию Написать письмо Он так Он не физически покрутил у виска Но я увидел эту руку Которую он покрутил Знаете, что Она на лице была написана Что Зачем И что это вообще Но у меня была мечта Я написал И я помню, как Я написал ему это письмо Я Пригласил его на конференцию Я обратился к нему За духовной поддержкой Чтобы он благословил нас И месяц не было ответа И я Я помню, я сказал Богу Что Ну на самом деле Богу Для меня важно, чтобы Ну ты ему сказал Если ты ему скажешь То я верю Что результат какой-то будет Но если ты ему не скажешь То что я буду вообще Об этом переживать Значит Не для нас он И это не для нас Ну и все вы знаете Что вот благодаря этому На самом деле Благодаря этому Приехали к нам Эти люди из Испании Да Феликс и Симеон Потому что Феликс Он женат на его дочери И они там тоже Недавно ушли из Реду Там тоже чудесным образом Произошло Как я их позвал Но сам факт был такой Что другими словами Это приехал Раймунда Это не приехал Феликс с Симеоном Это просто Потому что вот Там Бог Однажды побудил Меня написать Я написал Раймунду ответил У нас произошла связь И когда вот Уже дело дошло Кого-то позвать Раймунду Потому что Феликс засомневался В этом Да Нужно ехать или нет Раймунду сказал Езжайте Езжайте И когда я помню Симеон был здесь Он говорил То что Ты что думаешь Мы здесь Он говорит Это мы здесь Глаза и уши Раймунду Мы Мы Как будто он здесь И для меня было Это очень важно Потому что Это очень важно Когда ты Начинаешь служение Чтобы Бог дал тебе Вот эти моменты Когда ты понимаешь Что Не люди Вокруг этого Всего Не люди Не побуждение Человеческое Да Потому что написано Да Что То есть дети Божьи Да Которые не от хотения Мужа Не от хотения Плоти родились Но от Бога родились Поэтому Для меня было Это очень важно И поэтому Вот год прошел Я вам чуть-чуть Рассказываю Вот эту историю Да Как мы начались И как я получал Все эти утверждения И подтверждения Что это Не мы делаем Но Бог делает И как вот было там сказано Когда я сказал Да Вот это прошло Мы через полгода Проведем конференцию Мы ее провели И все видели Многие чувствовали И понимали Что на самом деле Конференция получилась Что в ней было что-то особенное Все были рады Что это произошло И так далее Но потом нужно было Начинать бежать Понимаете Вот я еще тогда заявил Когда на конференции Я говорю Ну мы уже смотрим дальше Потому что Можно было бы остановиться И сказать Все Мы слава Богу Конференцию провели Давайте жить спокойно Но я понимал Что мне нужно Продолжать бежать Просто бежать Просто начать делать Просто начать Вот исполнять То что Как бы было сказано Там в этой вот полноте Нам нужно было Начать открывать там центр Начать стройку Найти место И я уже сейчас Не буду рассказывать Про опять же Те чудеса Которые происходили Но кто-то знает Как это все там Происходило С этой землей Как мы нашли это место Как опять же Были подтверждения Чудеса И все вот эти моменты Опять же Это все произошло И заработало И потом Вот я про третий сон Хотел просто рассказать Когда Тоже в середине лета Мы находились В деревне Работали там Нас было меньше И было такое время Тоже может быть Оно было интересное Но оно было Так же и трудное Потому что тоже еще Нужно было Просто это была Середина забега Да Вот это Вот этого Который был До 3 октября И нужно было Просто вот Продолжать бежать С чем-то И я как раз помню Я говорил Такую тему О подтверждениях Тоже О том Что на самом деле Все что нам нужно В жизни часто Для того чтобы Иногда продолжить Это просто иметь Хотя бы маленькое Подтверждение от Бога Что ты движешься В правильном направлении Правильно или нет? Вы хотите иметь В своей жизни Просто вот это вот Понимание Что там где ты находишься Туда куда ты идешь Это Бог тебя ведет Правильно? Ведь это самое лучшее Правильно? Это самое лучшее Для человека Быть в воле Божьей И иметь вот это Подтверждение внутри себя И переживать это И чтобы это было Живое и настоящее И я вот об этом говорил тоже И я закончил пробовать Помню И выхожу на улицу И мне Серега Волгоград звонит И мы Ну привет-привет Я даже не Ну как бы И он мне там Тео, привет И такой мне У тебя сын будет Я говорю Чего? Блин, говорит Мне сон приснился Так явно, говорит Я увидел Говорит Вот у тебя сын будет Я даже знаю Как ты его назовешь Я говорю Ну-ка как там Он говорит Святослав И я начинаю смеяться Потому что я знаю Что я своего сына Никогда не назову Святослав Вот никогда Потому что Я даже всегда шутил Над этим У меня куча друзей Каких-то Которые называют Своих детей Елисеями Святославами Я не знаю Еще и кем-то И вот Действительно У моего одного друга Есть два сына Один Елисей Другой Святослав Я думаю Что они будут делать Они будут в рыцарских Этих что-ли Потом Когда вырастут То есть Ну На самом деле Я шучу Как бы над этим Но я за Обычные вина И я знаю Что Когда у меня будет Мой сын Или дочь Или что-то У нее будет Обычное имя Я уже давно С этим определился Но Я задумался И я сразу понял Что это происходит Вообще Я понял Что Бог дает мне Еще одно Подтверждение Еще одно Подтверждение В моем духе Вообще Что он делает Сейчас Что У тебя будет сын Он мне говорит И он мне дает Даже имя Этому сыну И теперь вы подумайте Просто Когда я получаю Такое имя Для сына То есть Для духовного Дела Для служения Которое Да Именно вот И есть служение В которое я верю Что это служение Для Бога Которое Бог называет Святослав Да Как вам Имя Я понял Что в русском языке Нет имени Духовного Более духовного Который бы отображал Какие-то Очень хорошие вещи От Бога Которые можно было Придумать Служение Потому что Это святой Ислам Аминь И я когда Это просто получил Вот Я был в шоке Но вы знаете Что самое интересное Никто вокруг меня В шоке-то не был Вокруг меня Все так же Разруха Вокруг меня Все так же Эти ребята Которые Не хотят ничего Вокруг меня Все так же Какая-то борьба И я просто понял Что на самом деле Ну я все это получаю Просто для того Для чего Я спрашиваю Бог для чего У меня такое Как мне с этим жить Это такая радость Внутри меня Но все что вокруг Меня происходит Это не стыкуется С этим вообще Какой это Святослав Это проклятие Другими словами Ну все Понимаете Вот Бог Он говорит И говорит И вот так Вот понимаете И я понимаю Что если бы еще У меня был этот сон То я Можно было бы сказать Да это навеяло У тебя больным Воображением твоим Потому что ты гонишь Вообще Потому что я Много раз Слушаю такие свидетельства Относительно себя Шутку Понятно Но в каждой шутке Есть только доля шутки И Ну и я понимаю Что человек Который получает Внутри себя Какую-то мечту От Бога Начинает бежать Начинает двигаться Он встречает сопротивление И знаете Часто От чего Больше всего Сопротивление От близких От родных Знаете От кого Иисус Получал сопротивление От братьев своих От мамы своей Когда он проповедовал Это слово Духовное Ему пришли Там мама с братьями За тобой пришли Иисус Иди У тебя температура Хватит здесь уже Придумывать А он говорит Вот мои мать и братья И все И на самом деле Это не звучало Как-то в то время Очень круто Это звучало В то время Как-то вообще Немножко Не от мира сего И поэтому Поэтому Главное Чтобы Бог Свидетельствовал И Бог дал Это подтверждение Поэтому Моя сегодняшняя пробовать Это вам напомнить Вас вдохновили Те кто Здесь со мной Те кто Слушают нас Что Как бы Я верю И я не просто верю Я получил Все подтверждения Что то что мы начали Это Бог начал Поэтому И мне нужны Не мне нужны Богу нужны Богу нужны люди В этом всем Которые тоже получат Это подтверждение От самого Бога Потому что Если не получат Они это подтверждение От самого Бога Не будет от них Никакого толку Не будет никакой пользы Будет просто Потеря времени Но Слава Богу Что Бог Он На самом деле Да Это можно жестко Так подвести Да Сказать Давайте уходите Все кто не верует Да Но На самом деле Бог дает время Бог дает время Послушать слово Точно так же Как Петру Слушай проповедь Да И однажды Просто Ну будь к этому готов Если Бог захочет Тебя испытать Ты увидишь что-то Что Вот начнет Тебе вот Как-то Бросаться Тебе нужно будет По вере поступить Может быть против твоей логики Испробовать Как Петру Хоть ты весь день рыбачил И так далее Но попробовать Закинуть эти сети И Может быть Бог дает тебе Духовное подтверждение В твоем духе И не важно Большое или маленькое И В заключении Просто вот Так как у меня Все это было Вот про Давида Тоже хотел напомнить Потому что Знаете Есть люди И мы уже Это не скрываем Мы можем об этом говорить Мне иногда Это уже ставят в укор Ну вот вы Начали одной командой А сейчас Вот что-то Других нету И наверное Это у тебя проблемы Или еще что-то Я не знаю Может быть и у меня проблемы Может быть не у меня Но иногда Это просто Данность времени И бывает так Вот однажды Когда Давид Был занят Такая история Произошла Когда Давид Воевал Участвовал в воинах Господних За Саула Он не был с ним В одной упряжке Он не был Вот его генералом Но Тем не менее Вот эта жажда Его сердца Вот это переживание За Божий народ Она его двигала И он Написано Что он там С флангов Где-то По краям Этих филистимлян Покусывал Своим небольшим Отрядом Помогая Саулу И вот Участвуя в этих войнах Однажды написано Он пришел В свой город Который называл Сигелак И находит Этот город Весь сожжен И людей нет И всех забрали В плен Пришли какие-то Грабители Воры Забрали это все В плен И увели И очень жесткая ситуация Представьте Вот для верующего Ты начинаешь Служение Ты начинаешь Двигаться По сердцу Понимаешь Что это все От Бога И может быть Какие-то вещи Происходят В твоей жизни Которые просто Они вот Сигнализируют Всем вокруг И тебе В первую очередь Тоже Что похоже Это не от Бога Может быть То есть Ты может быть Делаешь дело Божье Начинаешь служение А у тебя может быть Проблемы с женой Какие-то В семье Проблемы С детьми Проблемы Я не знаю С деньгами Проблемы Ты участвуешь В деле Божьем А у тебя что-то Не идет Как-то Тебя тут Враг покусывает И так далее Вот Давиду Однажды пришлось С этим столкнуться Все Враг забрал И там такая ситуация Произошла Что они начали Они стали плакать Плакать До того момента Пока у них Слезы просто не кончились То есть Такая была Огромная печаль Такое разочарование Написано Что люди его Стали сговариваться Чтобы побить Давида камнями Представляете Какая ситуация Просто Вот он начал Вот это вот ощущать Что похоже Наш начальник Не от Бога Похоже Все это вообще Ерунда Потому что Как может быть Как это может быть Если он от Бога Вот это Все Все что С нами произошло И все И вот такая ситуация Но написано Давид Укрепился Господи И Давид Зовет священника Там берет Ефок И начинает Вопрошать Господа Что делать Что делать То есть Как бы Мне нравится Это мышление Давида Он просто Ставит это Перед Богом Он говорит Что делать С Богом Он говорит Беги Бежать Он Беги Догоню Догонишь Победю Победишь И все Это все Что получает Давид Как он это получает Мы не знаем Но у него была практика У него был опыт Он вопрошает И Бог отвечает Бог дает Какое-то подтверждение Большое Оно маленькое Не важно Бог дает подтверждение Давид принимает Эту веру И начинает Бежать И начинает Бежать Просто бежать Начинает Со своими людьми И там был еще Один интересный момент Что на половину дороги Половина его людей Сказали Все мы больше Бежать не можем У нас просто нету сил И они просто Его оставляют И Давид С остальными людьми Все равно бежит Почему бежит Давид Скажите Потому что он имеет Подтверждение От Бога Что он догонит И все Его больше остальное Не интересует Он просто бежит Он просто верит То что Бог даст победу И все И мы видим Что точно так же Что его оставили Эти люди У которых просто Не хватило Этого подтверждения Не хватило Этой веры Для того чтобы Просто продолжать бежать Просто кончились силы Все не откуда Подчерпать Ну и знаете Можно сказать Что плохие люди Да оставили Но на самом деле нет Потому что Когда они добежали И когда они победили Написано Они прибежали И нашли весь этот лагерь Пьяные спят Все напились там И гуляют они Они победители И написано Что они просто Всех их там Убили Все свое забрали И мало того Что забрали все свое Но так еще И обогатились очень сильно Они забрали все то Что те грабили Многие годы У других народов И все это досталось Давиду Потому что он добежал Потому что он поверил Богу И потому что это все Бог сказал и все Потому что то что сказал Бог Бог сказал и все Самое главное Верить И действовать Вера без дел мертва Поэтому Давид бежит И там была такая Интересная ситуация Когда они начали возвращаться Вот этот народ Который добежал Вместе с ним Вот эти победители Вот эти сильные Они сказали вот этим Которые нас на полпути оставили Ничего не дадим Но Давид говорит Нет Это наши люди И они получат Поровну со всеми нами И вот так вот И вот такой Иисус Вот такое сердце Божье Понимаете Поэтому я просто тоже Хочу сказать Что я просто понимаю Вот эту ситуацию Тех людей Которые сейчас Может не в состоянии бежать Которые может быть Не в состоянии видеть Так как мы видим Так как те Которые вот Получили это подтверждение Поэтому Они будут точно так же Имеют этот жеребий Потому что Бог так говорит Потому что это наши люди Потому что Бог так видит Эту ситуацию Аминь Поэтому Домашнее задание Прочитайте Пятую, шестую, седьмую Шестую, седьмую главу Евангелия от Иоанна Где Иисус Встречается С вот этими фарисеями Где как раз Иисус Говорит вот эту Свою проповедь Что если не будете Пить крови И не будете есть Плоти Сына Человеческого То вы не войдете В царство И вот именно этот момент Где написано Вот эти Суть неверующие Там написано Что Иисус знал Кто суть неверующий Вот эти суть неверующие Они оставляют Иисуса С этого момента Он как бы Остается без них То есть Другими словами Для всех Снаружи бы казалось Что нам неинтересно Он не от Бога Не знаю Вообще мы ничего не понимаем Но это был просто фильтр Это было просто Нужно было сделать Иисусу Для того чтобы Остаться с теми Чтобы атмосфера Становилась только лучше И сильнее Поэтому мое желание Чтобы вот ну Через это Я не знаю Я просто вам это все рассказал Вспомните Осознайте Что вам Бог говорил Городим И Я не знаю Может быть были у кого-то Тоже какие-то сны Подтверждения Которые ты думаешь Как-то связаны с этим Я бы хотел Если бы Ты бы это мне как-то рассказал И потому что Я это все записываю Я это все собираю И пишу книгу Другими словами Ну книга пишется сама Я верю Что Как Бог Он двигается Как Бог Он действует Поэтому Это все интересно Это все нужно И для кого-то Это может быть полезно Аминь Аминь Поэтому все Пускай вас Бог благословит До встречи В следующее воскресенье Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому